Друзья, рады вам представить Игоря Иваненко, реабилитолога, остеопата. Витаю вас. Доброго ранка. Итак, по поводу лечения, но без лекарств. Лечения без христианских вмешательств и подобных моментов. Как это реально? Как это делается? Нам это удается благодаря таким эффективным методикам, как остеопатия. Эта методика пришла к нам, родина ее Америка. И был такой человек 150 лет назад, Эндрю Стилл. Он был инженером, в гражданской войне был врачом, очень досконально знал анатомию. И впитал традиционные костоправские техники народные, которые туда принесли из Европы, переселенцы. И синтез вот этих трех вещей дал такой эффективный метод, который позволяет воспринимать человека как целостную такую систему. И в основном работать с нарушением структуры, то есть скелета, нарушение осанки, какие-то проблемы с позвоночником, суставами. И остеопат слушает тело и привносит какие-то изменения. И оно стремится к балансу и выравнивается. То есть нормализирует систему, да? Да. То есть получается это без каких-либо вмешательств и лечения причины заболевания, а не только самих симптомов. Да, вот в том отличие от симптоматического лечения или подавления боли в том, что вначале проводится диагностика, выслушивается тело. Как слушается тело? Потому что меня еще сразу заинтересовало, как его можно услышать. Это какие-то массажи, еще что-то ощутить как-то надо? Это просто слушается руками, да? То есть и чувствуется дисбаланс. Вот эти напряжения в теле, они опытный оператор остеопат чувствует и производит какие-то манипуляции. У нас распространена такая методика, как мануальная терапия. Это европейская как школа остеопатии, которая вот такими путями у нас появилась где-то в 70-80-х годах здесь у нас в Советском Союзе. Ну а остеопатия, она в мире очень активно развивалась. И когда наша страна была закрыта, мы не имели доступа к этому. И теперь, значит, появилась такая возможность. И условно можно разделить все эти техники на две группы, когда чувствует врач изменения и говорит, ну патологически, и говорит, значит, этой структуре, что ты должна стоять вот здесь. И производится жесткая вот здесь. Второй вариант, когда ощущает, ну, после диагностики видит и говорит, с тобой все хорошо. И как бы, и тело чувствует это, как бы, начинает нервная система понимать, что в этом месте непорядок, да, непорядок. И включаются механизмы саморегуляции, и как происходит восстановление. Ну, если честно, это немного даже вот для меня, как человека со стороны, который не вникал в эти все методики, это вот уникальное что-то, потому что это вот умение общаться с телом, да, его слышать руками, и, соответственно, управлять в нужное русло. Хотелось бы узнать, какие болезни можно излечить такими методиками? Ну, все заболевания опорно-двигательного аппарата очень хорошо поддаются лечению. Это проблемы с позвоночником, с суставами, какие-то изменения внутренних органов, там тоже всегда есть напряжение. Заболевания связаны с нарушением кровообращения, потому что напряженные мышцы могут сжимать сосуды, да, в шее, например, тогда нарушение мозгового кровообращения, повышение давления. Вот, список огромных заболеваний, вот, и довольно хорошо получается, потому что нету такого фактора, как побочное действие лекарств, например, да, или всегда это безопасно и эффективно. А по поводу вот самого, самих процедур, как часто их нужно делать и сколько они по длительности занимают? Ну, обычно проводится раз в неделю такой сеанс, то есть дается вот этот импульс телу на самоисцеление, и несколько дней происходит еще после сеанса адаптация к новому положению, да. И через неделю следующее, как бы, ну, в зависимости от задач, от тяжести текущего состояния, да, то есть устраивается вот эта методика лечения. У нас время отремния также появляется на экране номер телефона, я так понимаю, что можно проконсультироваться, соответственно, записаться на процедуры, если есть какие-то проблемы. Вы решите их без хирургических вмешательств. Да, я немножко хотел остановиться на такой наиболее популярной проблеме, вот боли в спине, да. То есть здесь есть вот такой механизм возникновения, это смещение таза, это можно заметить вот по разной длине ног, например, часто у людей около сантиметра разная, какая-то нога длиннее. Но это не кости ног разной длины, это смещение в тазу, вот в этом фундаменте. То есть то, что там говорят, одна рука длиннее, вторая короче, это нормально, это неправильно? Да. То есть все должно быть симметрично? Оно как бы должно быть, но так никогда не бывает. У нас какие-то мышцы сильнее, какие-то там больше правши, да, там, и эти смещения бывают, но это все равно как приводит к небольшому дисбалансу. Да, то есть с одной стороны больше нагрузка на суставы, на колено, это забедрен, там, смещаются органы. И поэтому лучше вот это протестировать, это несложно, очень просто. И в любом возрасте это можно корректировать, это позволяет вот эти новые мягкие остеопатические техники, что отличает и от мануальной терапии более мягкое воздействие. Вот как раз по поводу возраста хотелось бы узнать, есть ли какие-то ограничения, вот минимальный порог, да, там, для детей, вот, и можно ли работать с детьми, и максимальный, если бы. Мы начинаем работать с двухмесячного возраста, вот, то есть когда ребеночек идет по родовым путям, таз и голова подвигаются к такому сдавливанию и смещаются. И чем раньше это скорректировать, тем лучше. Почти у всех эти смещения есть, с возрастом, значит, вот неправильное там положение во время сидения, когда сидим, когда перегружаемся, эти смещения усиливаются. И потом уже почти у каждого мы чувствуем, да, более там поясницы. Вот так, только появились на свет уже проблемы. Да, и пожилые люди тоже могут обращаться за помощью, как, уже как изменения более долго происходят, но все равно, значит, можно снять боль, и пока человек живой, все это восстанавливается и улучшается. То есть нерешаемых проблем нет абсолютно, и то, с чем не может справиться врач, да, остеопат? Ну, все зависит от желания самого человека, потому что наша помощь – это только небольшая часть работы. Основную задачу по поддержанию и восстановлению здоровья должен человек сам. Психологически себя дающий. Да, делать физкультуру, двигаться, правильно питаться и быть в душе на равновесии. Ну что ж, будем надеяться, что Николаевцы будут оставаться здоровыми, следить за собой. И, конечно же, если есть проблемы, обращайтесь к специалистам, которые помогут решить эти проблемы. Надо еще раз, что у нас сегодня в гостях был реабилитолог, остеопат Игорь Иваненко. Спасибо вам. Это не последняя наша встреча в эфире. А что, только через неделю, смотрите наши разговоры, стосовно того, как можно реабилитировать себя, и, соответственно, как ликовать себя без леков хирургических в проведении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова